Так, есть ли глубина, глубинный смысл закрытия границ при ковид? Глубинного нет, есть перенкладывание ответственности и попытки запустить электронный концлагерь. Ощущение, что это сговор всех стран одновременно, либо проявляться просто дурки. И так, и так, отдельные товарищи, это был сговор, собственно говоря, Европа и ряд еще товарищей, плюс комсомольцы в Китае, ну то есть это вот направление. Хидинтерн, условно говоря, он как раз и надорвался, собственно говоря, поэтому они в одиночку Трампа и не стали валить, пошли на Союзы, потому что у них в одиночку уже не хватило ресурсов. Они запустили эту пандемию, сожрали очень много своих ресурсов, но это была как бы их политика, их продавливание. Ну а дальше уже были дураки и мы идем в форматоры. Так, почему такая реакция на коронавирус на Западе? Почему закрывает экономика? Ну вы же слышали выступление Шваба с его идеями. Собственно говоря, вот это вот есть, закручиваем гайки, чтобы создать электронный концлагерь. Европа пошла по этому пути. Мы отказались, Китай отказался, но по другим принципам. От Соединенных Штатов ждем. У них непонятна политика. Пока не определилась. Вроде бы в лозунгах одно, по факту немного другое, по представителям элит вообще третье. Но электронный концлагерь, он и есть электронный концлагерь. Так, вы долгое время после выборов в США месяц точно считали, что Трамп может взять власть. На что возилось ваше решение? На представлениях о структуре элиты в анализационском мире и понимании, что суды являются инструментом элиты, и суды были в руках Трампа и сил стоящих за ним. То есть, когда пока была четко уверенность, что этот механизм может быть использован за Трампа, без разницы, кто как проголосовал, кого как посчитал. Вопрос, кто утвердит. После того, как суды сдали, я сказал, все, ребят, закрыли. Этой темы нет. Трампа нет. Да, жалко, по-человечески неприятно, но элиты сдали Трампа. Можете посмотреть, у меня и сообщения, и статьи, и комментарии. То есть, резко поменялась тональность по причине того, я ждал судов. Я это даже озвучивал, что я жду именно решения судов, поскольку это инструмент элиты. Мне интересно, как оно отыграет. Честно скажу, я думал, что они пойдут, потому что этот сценарий был самый сильный для Соединенных Штатов как страны. И то, что они заняли нейтралитет к Трампу, ну, они сдали его. Потому что сейчас происходит с Северной Америкой. Она идет по сценарию превращения в... Ну, то есть, такая большая Ибера Америка. Так, не приведет ли уменьшение, углубление разделения труда к резкому сокращению IT-сектора и сокращению спроса на программистов? Так, смотрите, смотря каких программистов. Если это будет обслуживающий персонал, если это будут услуги B2B, которые не являются сверхнужными, которые не приносят пользы, это будет сокращаться. Если мы говорим про более глубокое, про создание наоборот, тут будет рост, поскольку потребности будут увеличены. То есть, условный Яндекс, который является флагманом развития, у него будет все нормально. Он только будет подбирать под себя, всасывать отдельные направления деятельности. Всевозможные франчайзи Одинесса и прочие товарищи, они резко просядут. Ну, соответственно, все остальное где-то между ними будет. Особого влияния не будет, потому что все-таки IT-структура, она сейчас очень сильно пронизывается. Да, ее нужно будет оптимизировать, а в средней и долгосрочной перспективе IT- это инфраструктура будущего развития. Поэтому просадка будет, но не настолько катастрофична.